Для того, чтобы родители смогли проконтролировать организацию питания в школе, им нужно будет только предварительно согласовать посещение столовой со своим классным руководителем. Контролировать питание могут и сами дети. Для того, чтобы каждый ребенок мог визуально определить в соответствии своей порции нормам, в каждой столовой есть контрольное блюдо и меню. Информация о том, что являются нормой, в ближайшее время появится на сайте администрации. Для усиления мониторинга качества питания не чаще всего, чем в учреждении, в управлении, образовании, молодежной политике и муниципальному предприятию детское питание поручено постоянно осуществлять контроль и мониторинг данного вопроса и обобщенную информацию представлять на сайте каждого образовательного учреждения, на сайте управления образованием, на сайте администрации города. Помимо этого, управлению образованием предлагается осуществить организацию общественного контроля. Это контроль со стороны родителей, советов образовательных учреждений, общественного совета при администрации города, ученического самоуправления за качеством питания учащихся. В среднем, по данным администрации города, услугой питания в столовой пользуется порядка 65-70% учащихся. Максимальное количество питающихся в школьной столовой детей наблюдается в учреждениях, где есть собственные столовые. Таких в областном центре большинство. Остальные учреждения организуют питание в буфетах готовой продукции. В каждой столовой, во-первых, находится книга отзывов, в каждой столовой. Во время завтрака и обеда выставляется контрольное блюдо, которое можно сравнить с порцией конкретного ребенка, для того, чтобы определить, полная это порция или не полная. Блюдо это стоит на общем обозрении в столовой ежедневно. Значит, предлагаем городскому сообществу участвовать в мониторинге качества продуктов, качества питания. Родителям никогда не отказывалось и до этого, а теперь тем более. С тем, чтобы прийти в столовую и посмотреть, чем кормятся дети. Для этого нужно снять верхнюю одежду, гардероб сдать и обязательно иметь сменную обувь или бахилы, чтобы пройти в столовую. Теперь к регулярному мониторингу организации питания добавляются системные, не реже одного раза в две недели, публикации обобщенной информации о проводимых в школах проверках, с которой можно будет ознакомиться на сайтах администрации города Рязани, Управлении образования и молодежной политики, муниципального предприятия «Детское питание» и на школьных сайтах. На последних будут также публиковаться результаты проверок по конкретным обращениям и жалобам. Продолжение следует...